Ее называют царицей, символом Грузии, одной из самых романтичных певиц современности. На неделе в Казани выступила Тамара Гаверцители. Артистка представила свою новую программу, а также в рубрике «Культурный Татарстан» рассказала Маргарите Петровой, какой она видит идеальную женщину. Тамара Михайловна, здравствуйте. Вы радуетесь своих казанских поклонников каждый год, и наверняка у вас уже появились собственные ассоциации с нашим городом. Мне всегда радостно приезжать в Казань. Это один из самых культурных, наполненных эстетикой городов мира. Поэтому я всегда сюда приезжаю и волнуюсь всегда. Сегодня я рада, что я выступаю в оперном театре. И, конечно, я выступала в Казани в разных залах, но сегодня особый трепет я испытываю перед выходом на эту великую сцену. Я не раз бывала на ваших концертах, восхищалась не только вашим голосом, но и вашим образом романтичной женщиной, мечтательницей. Скажите, а что свойственно вам в жизни? Женщина всегда должна оставаться женственной, трепетной, нежной, изысканной. И я думаю, что если она добрая, это совсем хорошо, такой букет очаровательный. Один из частных атрибутов, которые вы используете на концерте, это веер. Я слышала, что у вас есть целая коллекция вееров. Расскажите, пожалуйста, как вам попал первый? Веер мне попал, когда мне было лет 17. Мы были в Испании с концертами. Это еще было, естественно, в советское время. И там вот мальчик мой ровесник, он испытывал ко мне нежные чувства. И в конце я решил, как настоящий испанец, поступить, подарить веер в знак восхищения, признания и с надеждой на встречу. Но встреча никогда не состоялась, потому что я ему объяснила, что я живу в Советском Союзе. Бедный человек переживал два дня, просто он не понимал, где это находится. И, конечно, никакой встречи не состоялось. Мы переписывались, письма, письма, письма. И так шли годы. И как-то это мне так, как бы, царапнуло мою душу. В одной из ваших песен по Цветаеву есть строчка. Женщина с колыбели, чей-нибудь смертный грех. А вот что это утверждение значит для вас лично? Ну, кто-то нас любит всю жизнь, и мы не отвечаем взаимностью. И, может быть, перед этим человеком мы виноваты, но что делать? Такова уж сущность женщины. Наша рубрика называется «Культура медитарстан». Тамара Михайловна, вспомните, пожалуйста, ваше одно из самых ярких, первых соприкосновений с миром культуры. Меня всегда привлекала восточная культура. И первый раз, попав сюда, в Казань, конечно, я была очарована. И я думаю, что большой роль сыграли мои беседы с моим другом и замечательным партнером, это народный артист России, Ренат Ибрагимов. Мы долго дружим, мы очень много беседуем, начиная от религии и завершая литературой. Я счастлива, что у меня есть такие друзья, татари. И им тоже очень приятно. Я надеюсь, что мы будем ездить из Казани в Грузию, из Грузии в Москву. И так произойдет взаимопроникновение, что сейчас крайне важно. Спасибо вам большое за это интервью и за то, что уделили время.